День веков хронограф Проведем мы. Я Юрий Смирнов И я Светлана Рудская 22 декабря 1895 года немецкий физик Вильгельм Рентген сделал первую рентгенограмму. В роли подопытного пациента выступила его жена. Он сделал снимок ее руки. В начале января 1896 года содержание доклада Рентгена об их лучах стало известно редактору венской газеты «Новая немецкая пресса». И наутро газета вышла с броским заголовком на первой полосе. Сенсационное открытие! Еще через несколько дней телеграфам из Лондона на весь мир передавалась весть о том, что профессор Вюртсбургского университета Рентген открыл свет, который проникает при фотографировании через органические и неорганические вещества. Дальше последовала лавина публикаций. Только за один год свыше тысячи статей по новым лучам. Опыты с лучами в течение нескольких недель были повторены в физических лабораториях многих стран. Сегодня 22 декабря. Вы смотрите программу «День веков-кронограф» и теперь о событиях, которые происходили в этот день в мировой истории в 20 веке. 22 декабря 1917 года Конгресс США ввел сухой закон в стране. Впервые запреты, связанные с обращением алкоголя, были приняты в североамериканских Соединенных Штатах в середине 19 века. А после вступления США в Первую мировую войну правительство стремилось сберечь запасы зерна, и сторонники запрета на продажу спиртных напитков добились общенационального запрета на производство спиртных напитков. В 1917 году Конгресс США принял и направил на утверждение проект 18-й поправки к Конституции о введении сухого закона. В сентябре 1917 года в стране было прекращено производство виски, а в мае 1919 года под запрет попало производство пива. В октябре 1919 года был принят закон Уолстеда, регламентировавший принудительную реализацию 18-й поправки, вопреки вето президента Вудера Вильсона. С июля 1919 года на территории США была полностью запрещена продажа спиртных напитков, а в январе 1920 года вступила в силу 18-я поправка. Антиалкогольные меры были крайне непопулярны, к тому же они существенно повредили национальной экономике и вызвали резкое повышение уровня организованной преступности. Гангстерские группировки наживались на контрабанде и подпольной торговле спиртным. Под давлением общественности в декабре 1933 года была принята 21-я поправка Конституции, отменявшей общенациональный сухой закон. На уровне отдельных штатов ограничения в продаже и производстве спиртного оставались. Оклахома, Канзасы и Миссисипи оставались сухими еще в 1948 году. Штат Миссисипи последним из всех снял ограничения в 1966 году. 22 декабря 1920 года в Москве на 8-м Всероссийском съезде Советов был утвержден план государственной электрификации России ГОЭЛРО. Советская энергетическая система ведет отчет своей истории от принятия в конце 1920 года плана ГОЭЛРО – государственной электрификации России. Первые положительные результаты плана были получены уже во второй половине 1920-х годов. Энергетики России отмечают в этот день свой профессиональный праздник. План ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал коренную реконструкцию народного хозяйства на базе электрификации. Планировалось строительство крупных предприятий, сооружение 30 районных электростанций, в том числе и 10 ГЭС, общей мощностью почти 2 миллиона киловатт и годовой выработкой почти 9 миллиардов киловатт. План был в основном выполнен к 1931 году. 22 декабря 1923 года в Красной Армии было введено обязательное обучение бойцов игре в футбол. Новое, хорошо забытое старое. Еще во время Первой мировой войны вышел циркуляр Верховного Главнокомандующего, разрешающий по примеру других стран тратить хозяйственные деньги на внедрение футбола в армию. А в сентябре 1917 года уже был проведен солдатский кубок. В начале 1920 года футбол был включен в программу допризывной армейской подготовки, а через два года проведено первое первенство армии и флота – армейские игры. 22 декабря 1938 года у берегов ЮАР была поймана первая латимерия, древнейшая из современных рыб. Поимку этого живого ископаемого можно считать самым удивительным событием за всю историю их теологии. Латимерия – единственный доживший до наших дней представитель семейства латимериевых рыб, близкий родственник непосредственного предка сухопутных четвероногих. Эта крупная, длиной до 180 см и весом до 95 кг, живородящая рыба, покрытая крупной чешуей, как броней, обитала в океане 360 миллионов лет назад, а 80 миллионов лет назад, как считалось, полностью вымерла. Однако 22 декабря 1938 года в Мозамбикском проливе у восточного побережья ЮАР, у Ист-Лондона, рыбаки Донного Трала обнаружили в своих сетях некую странную рыбу, которую принесли в музей на экспертизу. Ученые с удивлением констатировали, что это древняя рыба. Ее длина составила 160 см, вес 57 кг. Пойманная древность получила название в честь мисс Латимер, заведующей местным музеем, впервые описавшей и зарисовавшей чудо-рыбу. Биология латимерии изучена недостаточно. В ходе наблюдений выяснилось, что латимерия ведет ночной образ жизни, опускаясь для охоты на глубины до 700 метров и более. С наступлением дня рыбы возвращаются в подводные пещеры, расположенные на глубине 150-200 метров. Латимерии удивительно хорошо владеют своим грузным телом. Они могут плавать и задним ходом, и брюхом вверх, могут стоять на голове или лежать брюхом на дне, но ползать с помощью своих мощных плавников, как это считалось ранее, они все же не могут. 22 декабря 1989 года были открыты для свободного прохода Бранденбургские ворота. Они стоят в конце улицы Унтерден-Линден на границе районов Митте и Тергартен, а сооружены были в 1788-1991 годах архитектором Лангхансом, по примеру пропеллеев Афинского Акрополя. Ворота увенчаны Квадригой, богиней победы Виктории, причем сначала планировали украсить ворота скульптурой богини мира Ирены, но тут помешала война с Наполеоном. Квадрига была перевезена в Париж, откуда ее после освободительных войн вернули на прежнее место. В августе 1961 года власти ГДР закрыли доступ к воротам, единственным сохранившимся из бывших 18 городских ворот Берлина. Только после объединения Германии ворота были снова открыты и стали доступны для посетителей с востока и запада. Субтитры создавал DimaTorzok